Ни для кого не секрет, что нынешняя ситуация, которая сложилась у нас в мире, привела к тому, что большинство из нас вынуждены находиться дома в долгой, трудной самоизоляции. Почему в долгой и трудной? Потому что люди, которые привыкли к активному ритму жизни, которые деятельны, которые много общаются, которые постоянно к чему-то стремятся, где-то чего-то добиваются, вдруг оказались в замкнутом пространстве. И, конечно, спокойствия и радости нам это не доставляет. Меня зовут Оксана Клочко-Макаренко. Я хочу сегодня поговорить с вами о том, как не сойти с ума, находясь на карантине. Итак, как мы можем справиться со стрессом? Наша стрессоустойчивость зависит от двух факторов. Первый — это, собственно говоря, от того, насколько сильна, насколько травматична для нас сама эта стрессовая ситуация. И второе — это наши ресурсы, к которым мы можем обратиться в данной ситуации. Что может быть нашим ресурсом? Это какие-то наши хобби, какие-то увлечения, люди, с которыми мы общаемся, и общение, с которыми нас расслабляет, которое даёт нам положительные эмоции. Грубо говоря, это то, от чего мы можем подпитаться, то, что нас может зарядить. То есть, если мы в этой формуле, в том месте, где у нас ресурс, ставим ноль, то, соответственно, и уровень стресса у нас будет очень велик. Как мы можем снизить уровень стресса? Первое правило — это организовать свой день, сделать его последовательным и предсказуемым. Организовать график для самого себя, при этом, чтобы соблюдалась какая-то смена деятельности. И чтобы ваш день был насыщен этими самыми ресурсными моментами. Вы должны радовать себя, вы должны получать удовольствие. Причём этого удовольствия вам нужно сейчас больше, чем в обычной жизни. То есть сейчас не работают некоторые способы компенсации эмоциональной, которые были доступны ранее. То есть вы сейчас не можете пойти в кино или встретиться с друзьями в кафе, сходить на концерт, просто погулять по парку. Это сейчас не так доступно, как раньше, поэтому вам нужно находить какие-то такие позитивные маленькие моменты в своей нормальной повседневной жизни. Больше радовать себя вкусной едой, смотреть концерты по телевизору, почитать приятную книгу, посмотреть фильм, пообщаться с друзьями где-нибудь в скайпе, например. То есть максимально наполнить свой день позитивными переживаниями. Помимо этого, хорошо бы, чтобы в вашем повседневном досуге был какой-то полезный момент. То есть обучение какое-то новое. Это тоже даёт нам эндорфины, когда мы узнаём какие-то новые вещи. Возможно, вам нужно что-то сделать в доме. Не знаю, переклеить обои, если они есть. Если нет, то заняться творчеством, нарисовать картину по номерам, вышить что-то крестиком, провести время с детьми, вспомнить о тех играх, которые вы играли в детстве, и рассказать им об этом. Построить халабуду. То есть попытаться разнообразить свою жизнь в тех условиях, которых мы имеем, в позитивном ключе. Заняться работой. Очень важно, чтобы начальник не подумал о том, что ваша фирма может работать и без вас. То есть показать, что даже на удалении вы можете работать продуктивно. И это опять-таки будет держать вас в струе, вы будете чувствовать себя важным, нужным, значимым, деятельным. Это не даст вам скатиться в какое-то состояние депрессии. Подумайте о том, чем вы займетесь после карантина. Как вы проведете это время. Возможно, для вас будет важно понять, что нужно что-то изменить в своей жизни. Что так, как раньше, уже быть не может. И в этом случае вам стоит продумать для себя план Б, план В. Это также поможет вам снизить уровень тревоги, который у большинства из нас всё-таки есть в данный момент. И тревога заключается как раз в том, что мы боимся того, что будет потом. Поэтому если мы уже будем заранее знать, как будем действовать в случае, если произойдут самые неприятные события, для нас это будет своего рода таким выходом из этих событий. Даже потенциально это даст нам определённое спокойствие. Сохраните в своей повседневной жизни какие-то вещи, которые вы делаете постоянно. Мозгу проще успокоиться, когда есть какие-то крючочки стабильные, стандартные, за которые он может зацепиться. Создаётся такая видимость того, что всё хорошо, всё в порядке, ничего не изменилось. Подумайте над тем, как вы можете повлиять на ситуацию, которая сложилась. Отделите те вещи, на которые вы можете как-то воздействовать, и те, которые вам не подвластны. Подумайте, стоит ли тревожиться о том, на что вы повлиять не в состоянии. И та часть, на которую вы всё-таки можете повлиять, вы можете что-то изменить, подумайте над тем, что именно вы можете сделать. Постарайтесь переключиться на какой-то альтернативный вид деятельности. То есть если вы привыкли больше заниматься физическим трудом, то сейчас будет полезно нагрузить свой мозг интеллектуально. Подумайте над тем, чем полезным для общества вы можете заняться, сидя дома. Возможно, вы бы могли ввести какой-то блог, рассказывать про свой опыт. Может быть, у вас есть какая-то информация, которая бы могла помочь другим людям. Вы будете себя чувствовать нужным и полезным. У вас будет также ощущение, что есть ваш вклад какой-то в борьбу с этой проблемой, которую мы все сейчас имеем. Ну и также вы будете при деле. Я желаю вам оставаться собранными и спокойными, чтобы жизнь нам не готовила. Мы учимся в сложные моменты. Мы становимся сильнее. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!